Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. Уголе не буду давнейшего кредитования, все лета отбудутся смены. Меры, которые принимаются по наведению парадки на землю, не за все доказываются эффективными. У Гомеля появились Wi-Fi автобусы. А зараз об этом и иншим больше подробно. Скорочение удела банка в льготном кредитовании, удосконаливание системы жильевых будавничных сбережений, инвестиционного банкингу и либерализация валютной системы краины. Совет министра вызначил стратегию развития финансового рынка до 2020 года. Усяго в плане – свыше 5-10 позиций. Про то, что изменится в уголении будавничного кредитования – сюжет Марины Джалой. Что отличается отмова директивного в данном случае льготного кредитования, то в будущей сфере это отбудется вельми худко. Уже в другом погоде льготные кредиты начнут заменять на коммерциальные, задресной держподтримкой за кошт бюджетных сроков. Сутьностью тем, что гражданин сможет скрыстаться субсидией, якую затем потратить на погашение кредиту, отриманного на рыночных умовах. Новацией станет компенсацией основного долгу детям-сиротам у померы 35%. Молодым семьям при народжении первого детяка погасит 10%, другого – 20%. При народжении троих детей держава погасит 95%, четверых – 100%. Сегодняшний день 75% у нас в 13-м указе, будет 95%. Это, да, субсидия будет увеличена на 20% для многодетных семей по погашению основного долга. По меркованні специалистов у будовництва жилья с держподтримкой можно будет притягнуть додатковые ресурсы, якими володують коммерциальные банки. А по мере субсидий будут различиваться таким чином, чтобы граждан оставались прикладно те же объемы платежов, что и при використании льготного кредита. Будут выделяться из республиканского бюджета деньги, финансовые средства, которые после начисления районами конкретным гражданам, которые будут обращаться на получение данных субсидий, будут область полкома перечисляться на специальные счета данных граждан для оплаты вот этих вот процентов, как я сказала, части процентов другим категориям и всех процентов многодетным семьям и части льготного кредита, то есть основного долга. Там тоже будет учитываться одноразовость получения данной господдержки. Если гражданин уже получал льготный кредит и у него не поменялся состав семьи, он не увеличил состав семьи путем рождения ребенка, то он уже использовал свою льготу на господдержку. А последние новации, которые принесли указ, должны настроить белорусские банки на активный отдел в процессе субсидирования. Практично от любого из них ждут инициативности в этой справе. Всягла в Украине зараз около 30 банков. Из них 15 кредитуют жильевое строительство, два – с держподтрымкой. Специалисты различуют, что не меньше к 10-15 банков будут выдавать кредиты на будовнество жилья по новых правилах. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадио «Гомель». Протягиваем выпуск. На приконце наступного тыдня на Гомельшине завершается месячник по доброму парадкованию. Но выполненность в том, что все планы будут реализованы до 13-го кроссовика, по куль не ма. Меры, которые принимаются по наведению парадки, не зауседы оказываются эффективными. Но сенсироваться они у масштаба за оборудживания территории. Автомобильные покрышки, разностранные бутыльки, резко телевизора. По этих предметах годов просто 300. Когда они заховаются, историки будут участвовать в наш быт. Только вот такую память мы должны покинуть наш шатком. Миновита гэтая звалка знаходится на вскрайку Гомеля в Новобельском районе. Порушальнику природоохонного законодавства не засмутила нафт шильда с надписям об наявности камер вида назирания. Хочется все, звалка створена в этом году цены при конце минулга. Некто просто привез сюда на невеликим грузовику усе, что назбирался на подворку. Усягопрас некакий десятков метров. Картина еще больше ураживающая. Шмат тонны железобетонные конструкции и металлолом. Гэтую картину тут можно назирать уже некаких годов. Плюс побочь усеутые автомобильные покрышки, дрот и иншие непотребные у господарцы речи. И еще больше складанная ситуация с наведением парадков у лесных массивах. Зараз тут бодай головный метод профилактики – фотопастки. Их не ставить в одно место. Передвигаем, ну, переставляем, где есть проблемы. Где-то выбрасывают мусор около дач или около дорог. Если население выбрасывает вокруг населенного пункта, то, значит, даем информацию сельскому совету председателю. Председатель тоже берет трактор в совхозе и с общими усилиями убираем. Нельзя сказать, что местовые влады не займаются пытаниями наведения парадков на землю. Але не завсёдых это намагание можно назвать эффективными. У некоторых местах звалки просто разнуновали. Причем шматайкие отходы застались и на поверхнем. Меж тем, на думку экологов, ликвидация мини-полигонов – одна из основных причин, чему населенство, особенно вязковое, имкнется выводить смете на природу. Не глядите на предугледженные меры покарания. На первый раз штраф складе до 50 базовых величин. А за полторное на протягу года порушения у вогля можно быть притягнутым до криминальной отказности. Для поравнания – тариф на централизованный вывоз смете коля 1 рубля 40 копеек у месяц. Сейчас ведется работа коммунальными службами по закрытию мини-полигонов и охвату населения вывозом отходов, централизованным, с помощью техники. Но многие пытаются сэкономить на заключении договоров и, соответственно, начинают куда-то вывозить – или в лес, или в канаву, в поле. И поэтому такие случаи пересекаются, и довольно суровые штрафы. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». В «Гомель» появились Wi-Fi-аутобусы. Бесплатным интернетом теперь могут корыстаться пассажиры 20 автобусов громадского транспорта. Для початку Wi-Fi установили на самым протяглым городским маршруте – номер 17, микрорайон Кленковский, медгородок. Одночасово корыстаться интернетом могут до 80 пассажиров. Для этого треба пройти идентификацию на специальном портале. После авторизации на номер телефона пройдет смс с кодом, который требует увезти в позначенный родок на портале. В ближайший час у «Гомеля» появятся еще около 35 Wi-Fi-аутобусов. А брать маршруты пропоновали самим пассажирам. У нас на сайте, плюс на сайтах заказчиков наших, мы объявим онлайн-голосование по этому поводу. Хотели бы слышать мнение своих пассажиров. И, понятно, там выберем и из тех маршрутов, в которых голосов будет больше. «Гомельский проект» до Реши стал первым в Беларуси. У планах обсталевать кропки доступа у интернет, у автобусах Жлобина, Мазара и Решица. До иных тем, два человека загинули на пожарах у своих домовладаниях на минулых выходных. Назвычайные ударения отбылись в Решицком и Калинковицком районах. Загинувшие мужчины 55-65 годового взрослого. В первом случае отбылося у сгорания дровляного дома и размешанного побочек сараев. Другим – только доход на поверховой жилой будовле. Сопрацовники МНС своечасово прибыли на место издарения, однако вытягнуть потерпелых живыми не удалось. По словам экспертов, мужчины отрутились продуктами горения еще до приезда пожарных разликов. Видовочная причина двух ударений – одинае – неосторожное обыходжение за огнем при курении. По факте гибели людей проверку проводят супрацовники Следующего комитета. Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, на данный момент остается одной из основных причин пожаров и гибели людей на них. К смерти курильщика приводят не огонь, а токсичные продукты горения. Достаточно нескольких вдохов для того, чтобы человек потерял сознание. Статистика фиксирует все больше случаев, когда автономный пожарный извещатель предупреждает человека о надвигающейся опасности, тем самым спасает ему жизнь. Милиция Гомельчины сегодня распочала комплекс специальных оперативно-профилактичных мероприемств «Арсенал». Ягом это – спынить факты незаконного обороту зброи, боеприпасов и выбуховых речев. До 7-го красавика супрацовники милиции будут проводить оперативно-вышуковые мероприемства и подтверждать правомерность заховывания неколи зарегистрованной зброи. Особенно супрацовники милиции звертаются до граждан, которые самовольно занимаются раскопками в местах боевых денег в часах Великой Отчинной войны. Такие работы не только незаконны, а и вельми небеспечны. До речи за незаконный выроб, заховывание и сбыт огнестрельной зброи, боеприпасов и выбуховых речев погрожают до 6-ти годов турмы с конфискацией майомости. Этого всего можно избежать, если человек обратится с заявлением в милицию и добровольно выдаст, находящиеся у него незарегистрированные оружия, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, он освобождается как от уголовной, так и от администрационной ответственности. Заявить об сдаче зброи можно в любом отделении милиции, типа номера телефона 102. Команда 25-й Гомельской средней школы стала первоможцей третьего областного взлету отрадов юных сябров милиции. На минулих выходных за головный призмагались 25 команд. Как доказали наши корреспонденты, стать самым лепшим было с оправды непросто. На врате гэтые подлетки, коли нибудь трапят всю категорию тяжких, але одна з головных задач взлет у юных сябров милиции, минавито протягнение уваги громадскости и сродка у массовой информации до попередживания правопорушения у сярод неполнолетних. Коли мерковать по выниках первого квартала, криминогенная ситуация у гэтой категории стабилизовалась, як и за отповедный летошний период, подлетки здействовали каля 90 злашинств. Але не знайшись, что и гэтую лишбу нельхозменшись. Сегодня у школах все большей популярностью корыстаются гуртки по интересах, куды запрашают и так званых тяжких подлетков. За последние 3 года, конечно, количество беденей по интересам возросло именно юных друзей милиции. Они есть практически в 60% учреждений общего среднего образования. И охватывают более 6 тысяч подростков. Туда входят ребята, как те, которые, скажем, являются отличниками, хорошо учатся, так и ребята, состоящие на различных видах учеба. 25 команд, 200 удельников из всех районов в области и из 4-х Гомеля. Завершение весенних каникул в регионе теперь уже традиционно отзнашаются проведением взлету от радов юных собров милиции. Тут и популяризация профессийной деянности правооховников и навучание основам беспешных поводинов в экстремальных ситуациях. Взлет провели у два этапа. На районном оценивали командный дух, на областном ставку зарабили яше и на трывалость. Команда рыджицы удел у взлета приняла у другой раз. Школьники улишили летошние помылки и рыхтовалися метанакерована. Стали каким-то видом уделять больше времени, внимания, учли прошлые ошибки с прошлого года. Там, где были какие-то недочеты, постарались их исправить. Рукопашный бой огляд строю юные правоведы, стральба с мневматичной винтовки, оказание первой медицинской допомоги, смешанная эстафета. На протягом 7-1 команды споборничали заголовную узнагороду. Первые три месяца выиграли простойники Гомеля. Абсолютный переможца – 25-я средняя школа. Тут даже и створены правовые классы по подрихтовке подлетков для поступления у высшейшой научной установки силовых структур. На минулых выходных стало вядомо, что после протяглой хворобы пошел с життя Явген Ютушенко. Поэт-шестидесятник, один из представников творческой советской адлиги, автор из вышта 50 книг, перекладенных на многие мовы света. Мало кто ведет, но мы у некоторой ступени можем лишить поэта нашим земляком. Его дед Ермолай Навумович Ютушенко – уродженец везки Хамичи Калинковицкого района. Там до гетоль живут ягородные, які носят знакомитые прозвища. Два годы тому Явген Ютушенко наведал Гомельщину, и у наших мазирских коллег была уникальная махчимость сустреца с поэтом. У Яго Гонор мы повторяем репортаж. Нина Васильевна Ютушенко удава троюродного брата поэта. Першая убачила, подъехавшую в машину, и разом с дочкой радостно выбегла сустракать до гачаканого гостя. У першыни у Хамичах поэта понувся в 70-х. Випадково вспомнив назву белорусской глубинки, откуда родом ягупродки. Приехав сюда и нашел родню. С тех часов тут ему завсюду рады и завсюду чекают. Яуген Александрович каже, родные мястины безумовно притягивают. Але в першу чергу он едет сюди за людей. Существует вещь, которая думает, что культура – это образование. Бывают люди с столькими дипломами, а у них нет настоящей культуры поведения человеческого. А здесь люди все-таки очень хорошие и дружные в чем-то. Превыше всего ставящие доброту, дружелюбие, гостеприимство. Сам ведомый поэта, чувая себе громадянином свету, народился в России, живе у Мерыцы, постоянно подорожничая. Моя родная земля, весь земной шар. Я серьезно бываю. Я чувствую себя, родился в Сибири. Но вот я нашел родственников, так сказать, Белоруссия тоже ходит. Моя родная земля, вообще вся земля, везде, где есть люди, которые воспитаны в моих стихах. Их очень много таких есть и в Америке. Человек-эпоха. Один из самых популярных поэтов-эстрадников. Яуген Александрович и навязковая кухня выглядая гармонично. За щирость и простоту его любили и любят. И сам он ставит любовь высшей за всем. Я пишу и о любви, и обо всем. У меня нет какой-то области, обо которой я не писал. Я начал быть знаменитым в стихах любви. Но гражданственность – это тоже стихия любви. Только любви к собственному народу, любви к правде, к справедливости. Опять от любви никуда не уйдешь. Я же меняюсь тоже. Человек… Я был другой совсем. У меня были все заблуждения моего времени. Можно прочесть и найти. Искренне. Но искренне не означает истина. Вот в чем все дело. Я никогда не писал ни искренних стихов. Но просто я был наивен. Я не знал очень много, как вместе со своим поколением. Виктория Синицкая, Светлана Груцкова, Вячеслав Перасыпкин. Телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». На этом выпуск завершены. У студии працевал Александр Гамоля. Добрых вам новинов. Сачуйте за эфиром. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...